Вадим Ильич, 27 числа декабря проект изменения и поправок в Конституцию Республики Беларусь вынесен на общественное обсуждение. Я понимаю, что времени прошло еще достаточно мало, но вместе с тем, можем ли говорить о том, что, собственно, думают люди, что предлагают, что пишут, что обсуждают? Говоря о сегодняшнем публичном обсуждении, мы должны все-таки вспомнить ту огромную работу, которая осуществлялась все это время. Практически, можно даже сказать, почти год. Ведь она началась, если... Я чуть поправлю, в течение этого года граждане тоже имели право, я думаю, и пользовались им, и тоже вносили свое предложение в проект институции. Вот я это и имел в виду. Дело в том, что я уже отмечал, что старт вообще работы над Конституцией был дан в 2016 году, когда президент, обращаясь к парламенту, сказал о том, что надо посмотреть на основной закон. Почему об этом было сказано? Потому что Конституция сегодня, действующая Конституция, это тот документ, который позволил нам сформировать суверенное независимое государство. Со своим взглядом на мировые процессы, со своим взглядом на внутреннее развитие, со своей экономикой, со своими элементами, которые позволяют сформировать те социальные сферы, которые защищают человека. Это здравоохранение, образование и так далее. И вот тогда было сказано, аккуратно, очень внимательно подойти к всем нормам Конституции, собрать группу мудрецов, как сказал тогда президент, которые бы посмотрели, что нам необходимо для того, чтобы, опираясь на созданное, продолжать движение вперед. Это 2016 год. А что касается уже последней работы, то работа над Конституцией, после того, как уже Конституционный суд работал, как группа Мудрецов тоже работала, началось с диалоговых площадок. Именно на тех диалоговых площадках люди различных профессий, различных сфер деятельности приходили и говорили о том, что они видят в Конституции для того, чтобы наше государство сохранило суверенитет, независимость и поступательное развитие. Эти предложения поступали, опять же, в Конституционный суд, нам в Центр, то есть в различные государственные органы и организации, которые на тот момент были задействованы в работе над Конституцией и которые действительно тоже прорабатывали с точки зрения своих компетенций. Уже потом, после Всебелорусского народного собрания, в соответствии с решением Всебелорусского народного собрания, была создана Конституционная комиссия. Опять же, посмотрим на ее состав. Там не профи всем, то есть я имею в виду с точки зрения юриспруденции. Там были юристы, но кроме юристов туда входили опять представители самых различных сфер деятельности. И это было правильно. Для чего? Ну мы юристы иногда, знаете, так, зашорены своими какими-то дефинициями, то есть задача написать так, чтобы было понятно. Так вот, именно такая цель была и стояла перед Конституционной комиссией. Исходя из своего жизненного опыта, исходя из того, ты прожил какую-то часть, ты где-то работал, и ты посмотри на эту Конституцию с точки зрения своей жизни. Предложи самые необходимые ее корректировки, которые бы были полезны для общества, для государства, для личности. Ну и, конечно, венцом работы и обсуждения является вот сегодняшняя работа, которая проводится с проектом публично, сейчас можно обсуждать ее и так далее. И Конституционная комиссия не закончила свою работу. И в момент работы Конституционной комиссии достаточно большое количество поступало предложений от граждан. Работал в том числе и правовой форум наш, и право.байпортал. До какого момента? Ну мы знаем, что референдум по Конституции будет назначен где-то во втором половине февраля. До какого времени мы с вами все можем все еще предлагать свои какие-то идеи для нового проекта? До того момента, как будет издан указ о назначении референдума. То есть это где-то, если говорить о конкретных днях, 17, 18, 19 января можно вносить свои предложения. Но я думаю, что не надо никуда далеко отодвигать. Именно сейчас есть возможность, проект подготовлен, он размещен и в электронном виде, он есть в доступности и в печатном виде. Поэтому надо просто его прочитать, активно над ним подумать и внести предложение. Не откладывать все на последний день. Потому что вот как раз вот эти вот дни ближе к завершению публичного обсуждения, это те самые дни, которые необходимы профессионалам, чтобы все это скомпоновать, обработать, саккумулировать и использовать эту информацию для... Как вы сами чувствуете, какова вероятность того, что вот за время этого обсуждения сформируется, например, еще дополнительная статья в Конституции или наоборот уберется какая-то статья или часть статьи? Вполне возможно. Вполне возможно. Дело в том, что люди у нас в большинстве случаев образованы, они интересуются этим вопросом. Вот вы сказали, какая активность. Вот даже в первый день публичного обсуждения, где-то уже к 16 часам, вот мой коллега Андрей Франч Мательский, директор Национального центра проинформации, говорил о том, что порядка уже от 300 откликов на Конституцию. Но если такие отклики, как и к нам, например, поступают, мы перенаправляем их, но к нам поступил один из откликов, так это практически на 150 страницах. Да, там человек собрал все возможные предложения, которые можно, только что, какие у него идеи есть. Их, конечно, надо осмыслить, но в то же время там и конкретные статьи, и новые статьи предлагаются и так далее. Не все, конечно, мы будем использовать. Вернее, не мы, а Конституционная комиссия. Не все можно будет использовать в последующем, потому что каждое предложение надо оценивать с точки зрения преемственности Конституции, с точки зрения необходимости таким нормам. Все-таки мы говорим об основном законе, а не какой-то инструкции ведомственной и так далее. То есть эта Конституция, это такой основной документ, в котором все должно быть концептуально, стратегически и выверено. Вы знаете, когда происходит большое дело, а у нас сейчас происходит в стране, как мне кажется, все-таки большое дело, очень простой вопрос, зачем? Вот можем так вот четко и понятно объяснить друг другу, да и тем, кто нас видит, зачем мы это делаем? Что такого изменилось в нашей жизни? Ведь много говорилось о том, что жизнь меняется, и закон, основной закон тоже не должен стоять на месте и тоже каким-то образом меняться с тем, как меняется наша жизнь. Что такого изменилось в нашей жизни, и что потребовались изменения в Конституции? Это очень хороший вопрос вы задали. И когда глава государства встречался с Конституционной комиссией, даже в самом начале, он как раз и говорил о том, что мы должны ответить на вопрос, зачем. Есть на этот вопрос очень простой ответ. Хотя бы для того, чтобы в Конституции убрать те неточности, возвращаемся к юридическим дефинициям и так далее, которые сформировались ввиду того, что законодательство двигалось вперед. В целом оно соответствует Конституции, но есть какие-то термины, изменилось там какие-то элементы государственного устройства, например, высший хозяйственный суд у нас в свое время был, сейчас его уже нет. Нам необходимо это в Конституции, конечно же, и соответствующим образом откорректировать. Но здесь заложены более глубинные процессы. Мы прошли определенный путь строительства независимой Беларуси. И на сегодняшний день, даже по истечении этого времени, наша жизнь кардинально изменилась. Сегодня многие ученые и практики говорят, например, о цифровых правах. То есть, если мы обратимся к действующей Конституции, то мы не найдем там ни слова о цифровых правах. А цифра наступает на нашу жизнь. Мы сегодня весь голос говорим о сохранении персональных данных. Но это опять же, это затрагивает личность, общество, государство. И серьезно затрагивает. Но и в проекте ведь есть. Да, и в проекте этот вопрос уже... Ну, не то чтобы гарантирует... Поправьте меня. Что защита обеспечивается государством. Да, обеспечивает защиту персональных данных. Что создает условия государства для защиты персональных данных. Но здесь вопрос и государственного устройства. И надо очень внимательно посмотреть на нашу жизнь. Дело в том, что поколение меняется. Мы с вами на наших детей, кто-то на внуков смотрит, они рождаются, они чуть ли уже не с телефоном рождаются. То есть, это другое поколение. Как поколение это возьмет в руки наше государство, нашу страну и дальше понесет ее. То есть, люди приходят, люди уходят. И следующее поколение не должно основываться на каком-то религиозном пути развития. Ведь мы уже проходили эти революции. Кому-то надо три, кому-то надо пять. Но я полагаю, что лимит революции нас уже, наверное, исчерпан. И вступать еще в очередную революцию, это значит отбрасывать себя на какие-то несколько шагов назад и начинать опять куда-то двигаться. То бишь, если я правильно понимаю, то новый проект Конституции с изменениями и дополнениями, ну, будем говорить новый проект Конституции, это такая прививка, что ли, от революционных потрясений? В какой-то степени да. То есть стояла... Точнее, даже не так, страховка. Страховка. Наверное, страховка будет более правильный термин. Конституция действующая предусматривает систему сдержки противовесов. Но насколько она эффективна? Мы знаем, что у нас президентская республика. И полномочия, которые есть у главы государства сегодня, позволяет оперативно и в самые кратчайшие сроки и на достаточно высоком уровне решать различные вопросы нашей жизни. А решаются они, конечно же, через правовые акты, в том числе указы, декреты президента и так далее. Вопрос заключается в чем? Кто следующий? Вот придет следующий президент. Как можно пользоваться этими полномочиями? В новом проекте значительно изменены полномочия президента. Если в нынешнем действующем варианте указы распоряжения декрета имеют силу закона, то в проекте указы... Слово декрет вообще отсутствует. Указы должны соответствовать законодательству. Они не находятся ни равно, ни на. Это как одна из таких сторон. И вообще очень сильно уравновешиваются, как мне показалось, когда я прочитал эти изменения, скажем так, исполнительной и законодательной ветви власти. Вот для чего это делается? В том числе и для того, чтобы действительно создать... Та самая система сдержек противовесов? Ту самую прививку. Вы правильно отметили. Это опять же ответ на вопрос, зачем. То есть в новой конституции, не ломая президентскую республику, не ломая сложившуюся систему взаимодействия всех трех ветвей власти, необходимо обеспечить такие механизмы, которые бы позволили уберечь от дестабилизации системы власти, от революционных всяких ситуаций и от принятия решений, которые бы наносили вред суверенитету и независимости. И вы правильно сказали. Декретов уже новые проекты. Проект, который содержит изменения в дополнение, не содержит. Речь идет о том, что в следующем этапе прежде всего упор должен быть сделан на деятельность правительства, о чем и говорил президент. Все на меня. Надо уже уходить от этого. Крен на деятельность правительства и законодательной власти. То есть если необходимо изменить законодательство, должен оперативно прорабатываться и приниматься закон. А не актами главы государства решать все вопросы, возникающие, например, в сфере экономики, как вы отметили. Когда-то ведь как появились эти указы, имеющиеся его законы и декреты. Потому как решения через закон были очень долгими. Да. То бишь пока парламент соберется, пока обсудят, пока поспорят, пообсуждают, потом внесут какие-то правки и так далее, и так далее. И решения таким образом принимались очень тяжело и долго. Указом решения принимаются день в день фактически. Да, это тот механизм... То бишь такая необходимость отпала на сегодняшний момент, наверное, в той мере, как было 20 лет назад? В какой-то степени отпала. Вы говорите о том, мы проводим определенные исторические параллели, да, вот наши референдумы, которые уже состоялись, и которые сегодня мы говорим о том, что он будет. Так вот как раз та историческая ситуация говорила о чем? Надо сохранить потенциал, который нам оставил Советский Союз, и причем делать это достаточно быстро. Почему? Потому что необходимо было обеспечить социальный уровень защиты наших граждан. Надо было обеспечить их работой, зарплатой, выплатой пенсии и так далее. Да, и на тот момент вот как раз указы, декреты позволяли так оперативно регулировать те или иные сферы жизнедеятельности нашего населения и вообще всей нашей страны. Но сейчас мы говорим, что да, меняться будет власть, придет другой, например, человек. И как он может использовать эти механизмы? Декреты, указы. Поэтому и проект изменения и дополнения в Конституцию говорит о том, что указы подзаконный характер, то есть закон выше. Именно законами думайте раньше, оперативно прорабатывайте сферу своей ответственности, формируйте проекты, вносите в парламент, решайте с парламентом, чтобы он оперативно принимал закон. Мы уже затронули тему таких серьезных изменений, которые заложены в проекте новой Конституции. Может быть, я громко говорю слишком, новой Конституции, хотя, наверное, это будет все-таки правильно. Нет, наверное, нет. Новая Конституция, я бы не стал... Исправленной Конституцией, давайте так говорить. Все-таки надо говорить, я думаю, об изменениях и дополнениях. Почему? Потому что новая Конституция это новое государственное устройство, конституционный строй по-новому формируется, органы власти и так далее. В целом, еще раз, Конституционная комиссия подтвердила, у нас президентская республика сохраняется. Да, с перераспределением определенных полномочий. Да. А вот теперь давайте перейдем к моменту в Конституции, к целой главе, который, наверное, больше всего вызвал, скажем так, и обсуждений, и мнений, и резонанса. Если раньше спрашивали, сколько ветвей власти, ну, студента, например, ЮФАКа, сколько ветвей власти в стране? Три. Исполнительная, законодательная, судебная. Исполнительная это президент правительства, ну и дальше пошло, естественно, законодательная две палаты парламента, судебная, ну, понятно, судей. То сейчас прямо в заголовке прописано Всебелорусское народное собрание. Это какая ветвь власти сейчас у нас появляется? Или это вообще не подходит под это определение? Вот в том мы с вами и обсуждаем. Никакой ломки старой Конституции не происходит. Три ветви власти, как они были, так и не остаются. Всебелорусское народное собрание это не что-то неожиданное, выскочившее откуда-то. У нас уже проведено несколько Всебелорусских народных собраний. И это устоявшийся орган, который уже был и принимало соответствующее решение. Когда приступили к работе над ВНС, было поставлен вопрос, так что такое ВНС? Это относится к сфере регулирования закона о республиканских местных собраниях? Или это все-таки другой орган, у которого полномочия выходят за рамки просто республиканского собрания? А может быть это все-таки надо записать в Конституцию и поставить точки над И окончательно, чтобы не было этих непонятных разговорей, болтовни про то, что а что это за ВНС? Собрались тут и так далее и тому подобное. Так вот как раз на этот вопрос и постарались ответить и члены Конституционной комиссии, и все, кто работал над Конституцией. И сегодня для всех на обсуждение вынесено положение о том, что Всебелорусское Народное Собрание является высшим представительным органом. И почему представительный? Представительный орган. И он не имеет функции, если немножко вперед забегаем, если мы внимательно почитаем полномочия, у него нет функции. Вторжения здесь никакого нет. Даже с точки зрения названия раздела, ведь там четко видно. То есть президент, Всебелорусское Народное Собрание, дальше пошли тоже правительства, то есть все ветви власти. И ВНС не вторгается в эти. Но ВНС, вот как раз и есть та идея, что ВНС, поскольку там именно представительный орган, а туда входят все ветви власти, туда входят представители гражданского общества, то есть достаточно большое количество людей, которые были избраны в результате электоральных компаний. Вот этот механизм, он еще может быть не виден до конца в Конституции. Конституция не может быть инструкцией какой-то. И в переходных положениях говорится о том, что должен... Но Конституция законит принципы. Да, принципы и стратегии. Инструкция этого уже больше. А там уже в переходных положениях говорится, что за год должен быть принят, после принятия Конституции с изменениями и дополнениями, должен быть принят закон ОВНС. Вот там этот механизм будет прописан. Так вот эти люди, которые представляют разные ветви власти, которые являются людьми избранными народом на той или иной электоральной кампании, либо в палату представителей, либо депутатам местным советом, или косвенно в Совет Республики, вот они будут решать самые важные вопросы. В том числе при создании такой дестабилизирующей обстановки, когда принимаются решения, которые могут нанести вред национальной безопасности, угрожать суверенитету, как я говорил, национальной идентичности нашей страны, они могут принять соответствующее решение и остановить кого-то, сказать стоп, нельзя. Мы наносим ущерб нашей государственности. То есть, поэтому студенту, я думаю, на вопрос о разделении властей, можно также будет отвечать про разделение властей в Конституции. На ваш взгляд, почему именно такая форма, да, вот мы говорим о народовластии, понятно, что у каждого из народов, ну, европейских народов, как минимум, есть какие-то свои исторические примеры народовластия, да, начиная там от тингов у викингов, естественно, мы вспоминаем славянское вече, всякие, всякого рода стаги у германских народов, да, это все было примерно что-то похожее. И вот спустя много веков здесь у нас, в Беларуси, появляется такая форма, как всего, Белорусское народное собрание, которое олицетворяет собой вот этот принцип народовластия и закреплено, еще и в Конституции. Почему именно вот у нас такое появилось? Это какой-то все-таки ответ на сегодняшнего дня события, или же это все-таки тянется из глубины веков, когда на наших землях писали статут Великого Княжества Литовского и даже Первая Конституция Европы, 1791 год, 3 мая, Речи Посполитой, так или иначе, это тоже на наших землях все существовало. Я думаю, что вы и задали вопрос, и на него ответили. Но я, чтобы на него тоже ответить, я бы воспользовался предложить гражданам, которые уже сегодня поступают, там как раз об этом и говорится, что да, давайте создадим земские соборы и так далее и тому подобное. Вот это обращение к народу, это исторически заложено. И так сложилось действительно на наших землях, что когда необходимо было принимать важное решение, самые высокие должностные лица обращались к народу. И народ откликался и предлагал, какое решение принять в его интересах. Мы уже какой-то путь прошли. Я еще раз подчеркиваю, что Всебелорусское народное собрание, это не отклик на сегодняшнюю такую ситуацию, а это та преемственность, которая существует уже у нас в нашей стране. Всебелорусское народное собрание проводилось каждые пять лет. И оно говорило, его делегаты принимали решение и подтверждали тот курс, который сформировался у нас в стране для развития страны. И это используется. Не было, конечно, так четко прописано все-таки, вот вы правильный вопрос задали, вот законодательное, вот исполнительное, вот судебное. Так как их все-таки разнести? Вот как раз этот ответ дает новый проект. Там говорится, где его место, какие полномочия и какая его функция. То, как видится она. Как видят в том числе и делегаты этого собрания, которые сегодня участвуют в обсуждении и участвовали, когда Конституционная комиссия работала, вносили свои предложения и предлагали, какие полномочия должны быть у этого органа. И какая его политическая роль в нашем государстве. То, что у нас он появляется, в целом на сегодняшний день видно позитивную. Да, есть споры, какие полномочия надо, вот это надо, это не надо. Но в целом ведь да, это правильное решение. Это такой, скажем, мировой тренд на то, чтобы власть обращалась к народу, народ имел возможность влиять, подсказывать, советовать власть придержащим. Какие-то ключевые решения. Либо же это где-то вот на наших только, в нашем регионе это происходит. Нет, это мировой тренд. Конечно, мировой тренд. Потому что практически все Конституции содержат норму о том, что источником власти и суверенитета является народ. Если власть не общается с народом, то народ общается с этой властью по-другому. Записать-то можно, является. Но если не прописать, как он является, то тут вот как раз и возникает то, о чем вы говорите. Вот в этом плане мы и усиливаем эту норму. Мы говорим о том, что давайте, да, для кого-то там, может, в европейской стране главное общение это площадь. Да, прийти и там высказаться и так далее. Мы говорим о том, что да, это право есть, но давайте мы будем не создавать какую-то раскачку. А есть и парламент у нас в стране, а есть еще вот такой орган, где каждый депутат, депутат местного совета, он в парламент не приходит. А здесь он может приехать и сказать, коллеги, вы на вашем высоком уровне принимаете такое решение, но вы забыли про нас. Мы здесь внизу. Посмотрите, как у нас вот здесь на земле происходит. Вот для этого делается. Судья, который войдет в состав ВНС, районный судья какой-то, приедет и выступит, скажет, вы знаете, законодательство формируется так, правоприменительная практика, но в жизни вот так. Именно мы на этом уровне и хотим сказать в своем проекте о том, что у вас появился такой орган, где можно обсуждать. Не тот узкий, который вроде бы как сложилось, да, но узкий спектр вопросов. А вот полномочия мы видим вот такие. Они возможно расшириться. Со временем, когда будет работать там Всебелорусское народное собрание уже как конституционный орган, когда у него будет такие рабочие президиум, аппарат какой-то, там небольшой пусть, но будет аппарат, который будет предлагать ему. Туда будут поступать предложения граждан, юридических лиц и так далее. То есть это будет еще одна серьезная, очень высокого уровня площадка, где можно обсуждать вопросы жизни страны. Важно, чтобы каждый из нас понимал, каждый гражданин, что он не просто здесь живет, что он еще имеет право, возможность донести свое мнение. И для этого государство предоставило ему механизм, как он это может сделать, и получить ответ на свое мнение. Вот это очень важно. Это как раз тот самый принцип народовластия в этих вот тонких линиях, как мне кажется, должен быть. Я с вами согласен. И еще бы добавил, что все-таки говоря о референдуме, это один из самых высших элементов народовластия. А конституция на референдуме, это уже в рамках референдума самый высший элемент народовластия. И почему вы говорите, понятно, непонятно. Наверное, каждому гражданину должно быть понятно, что это реальное предложение и реальная возможность менять что-то и участвовать в этом. Участвовать и своим трудом, и своими мозгами, извините. Ну что же, в завершении нашего разговора вспомню еще одно новшество, которое выделено в одной из статей Конституции. Забота о здоровье теперь обязанность граждан республики. В том числе. В том числе. В том числе, да. Наряду с тем, что государство обеспечивает условия и так далее, и так далее. Но это уже и обязанность граждан нашей страны. Хочу пожелать вам крепкого здоровья, и все-таки, чтобы забота о здоровье не была прям такой обязанностью, которая давлела. Чтобы это было естественно. И пусть Новый год принесет нам только хорошие новости. Спасибо, взаимно. Спасибо. Спасибо. Спасибо.